всем привет с вами drone adventures и я хочу сегодня вам рассказать про вот эту вот камеру это foxer box 2 так называемая убийца гупро одна из наверное на данный момент уже многих камер форм-факторе кубика очень удобная она для гоночных коптеров но получилось ли у foxer достичь хотя бы уровня сэшн 5 который уже не производится практически два года распаковку я решил не снимать потому что в принципе и очень неплохо показала ну а вот сейчас я ссылка на его распаковку и обзор ну а я расскажу что изменилось с момента его обзора и плюс еще некоторые нюансы особенности использования в первую очередь хочу вам сказать что программу они немножко доработали во первых она появилась в маркете называется foxer hd то есть доступны для свободного скачивания не только с сайта пока можно сказать скачать на на данный момент но в принципе большую часть ошибок и косяков тоже исправили например переключение режимов теперь не просто белый экран а именно нормально работает как по-человечески видно какие режимы как что но по режимам съемки они так и не исправили это просто ужас где там 4 на 3 где не 4 на 3 вообще непонятно можно понять только из инструкции то есть или запомнился это конечно на мой взгляд большой косяк удобно неприятно надеюсь что все таки они это исправит еще по поводу и со хочу давать ограничение со теперь точно так же как гупро не как по обзоре она вара то есть там 400 800 1600 100 200 и про все промежуточные значения пропали ну я думаю что просто она изначально было не работала скорее всего поэтому они исправили сделали только рабочие значения на данный момент я уже протестировал в разном освещении камеры вот скажу foxer box она плохом освещении жутко шумит просто жутко она у нее детализация получается как будто выше чем у про но при этом это все сопровождается жутким шумом вся картинка прям в зернах таких сильных очень так ну сложно смотрибельно ну и так как первым была проблема с шарпом тоже немножко осталось то есть на дефолтных настройках как кадре немножко перешарплены и задрана слишком сильно насыщенность это тоже немножко смущает но я думаю что поиграться с настройками можно и на постпродакшене поиграться можно в принципе в целом пока что вот именно съемка с рук мне камера нравится она чуть-чуть вот детализация повыше чем у гупро получается с м5 чуть-чуть более четкая картинка но вот именно проблема шумом особенно если включаешь vdr то совсем печально получается по поводу стабилизации я попробовал сравнить стабилизацию гупро стабилизацию foxer не знаю такое чувство что он чуть-чуть вот как-то работает то есть там как бы телефон относительно кадры чуть-чуть двигается но при этом все равно картинка ужасная то есть фактически можно считать что ее нету можно его даже не включать по поводу режима супервижен как называемому конкурента супервью настоятельно не советую его использовать потому что он режет соотношение сторон то есть он портится отношение сторон это смотрится ужасно это смотрится некрасиво поэтому не делает не снимать супер вью лучше снимать в 4 на 3 потом на монтаже делайте если вам там такой супер кстати говоря небольшой инсайт ближайшее время foxer выкатит программу которая на постпродакшене как раз будет делать полноценный супер юка в гупро ну как только появится я в описании ссылочку обязательно поставлю вот но сейчас я буду сравнивать сайт бай сайт гупро таких условных условиях то есть пасмурный день в лед тень будет на свет как это все отрабатывает кстати вот дыр пробы с воды рем и без потому что в дыр он добавляет сумма ну и сейчас будем летать а Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok